Была ли идеология у наших предков в Древней Руси? Вот об этом в идеологии Древней Руси мы поговорим с Павличенком Олегом Владимировичем, исследователем реального прошлого нашей цивилизации. Олег Владимирович, здравствуйте, рады вас видеть. Как жили? С идеологией или без идеологии наши пращуры? Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, Александр Горунович. Здравствуйте, Владимир. Это очень сложный вопрос идеологии. Он сейчас всех очень интересует и никто не может соль этого вопроса вычислить. Я тоже очень много читал. Многие сейчас авторы пытаются эту идеологию как-то найти и на чем-то построить. Вот, допустим, та же идеология страны, с которой сейчас или не страны, судя по отсутствию договора о ее границах, где сейчас происходит спецоперация, у них там на идеологию уделялось огромное количество ресурсов. И очень интересно, что у них институт замполитов остался. Давайте начнем с самого прошлого нашего, так называемого. То есть, в чем вопрос? Все ищут эту идеологию и у нас нет образа. Где мы его можем найти? Исследование реального прошлого, которое мы проводили группой, собирая документацию определенного... В 19 веке, в 50-х годах 19 века, англичане и американцы, зашедшие в Японию после якобы 300-летнего затворничества Японии от западной цивилизации, ну, как это они в официальной истории описывают, они увидели интересное общественное устройство. Там был император и был ему равный Сюгун. То есть, Сюгун это, в общем-то, глава круга самураев. Но так как самураи это те же самые казаки, вот кто-то у нас говорит, что казаки это бандиты, там пираты какие-то, но на самом деле казаки это и земщина. Потому что у нас есть первое доказательство, это все первопроходцы у нас Хабаров там и все остальные на Дальний Восток, они были, как они именовались, бояре, казак-боярский сын. То есть, бояре, вотчины различного плана, это и есть земщина. И земщина, защищая себя, она фактически сама породила этот институт казачества. То есть, это определенная часть семьи там обучалась и защищали свои наделы различные, которые были путем оружия. Когда нужно, они собирались в определенные княжеские дружины. В общем, это земщина. А опричнина это люди императора. И вот интересны эти фильмы, и последние самураи, и вот эти вот японские все вещи. То есть, Япония у нас полностью повторяет устройство, видимо, Древней Руси так называемое. Потому что сама по Айнам, судя, она и была частью этой Древней Руси, как и весь мир. Та же самая ситуация, в общем-то, если покопаться, обнаруживается и в Турции, в Османской империи. Только там вместо самураев Янычара и опять у них круг. В общем, две ветви власти. Одна власть, так называемая, императорская, опирающаяся на опричнину, то есть дворянство. А вторая ветвь власти, это власть земщины, опирающаяся на выборные органы кругов. В общем-то, все, кто сейчас пытается построить различные славянские движения, на народных славянских ради, они пытаются построить только часть державы. То есть, получается, держава это и есть равновесие двух ветвей власти, опричнина и земщины, императора и сюгуна, либо боярина. Они пытаются все построить власть именно земщины этими кругами. А вот разводящая власть по роду, она так в Японии и называлась, то есть власть от неба – это император, власть от земли – это сюгуна. То есть, получается, да, земщину таким образом можно построить с идеологией, допустим, родной земли, основанной на праве частной собственности на эту землю. Но земщина, в итоге, получается, себя защищать не смогла. То есть, да, она могла объединиться в определенные форматы княжеских дружин, но технический прогресс она не смогла устроить. Для этого нужны были другие совершенно варны. И получается такой момент, что то общество Древней Руси, которое мы считаем, что оно было деревянной, там жили в лесу и молились в лесу, по-настоящему оно было технически продвинутым. И, в общем-то, альтернативный наш взгляд на прошлое, он позволяет сказать даже такое мнение, высказать, что античная цивилизация, которая погибла по историческим меркам совсем недавно, технологически была развитее, чем наша. За счет чего при наличии земщины и опричнины они добились технологического такого результата? То есть, за счет варновой системы. То есть, у них люди в основном склонны к делению по средствам добывания пропитания или по ремеслу. И получается, варны это и были такие вот ремесленные моменты. Вот мы все время удивляемся, как они строили одинаковые античные города по всему миру фактически. То есть, с едиными пропорциями. То есть, сейчас так невозможно строить. Каждый сам себе хозяин лепит, какие бы архитектура городская не ставила эти планы, все равно их нарушают. Кто-то больше этажей пристроил, кто-то заступил. А там такое впечатление в античных городах, что сдавался не каждый дом, а целый город целиком. Или часть города единой архитектуры. То есть, это нам говорит о том, что была какая-то варна, которая под заказ различных этих строила целое пространство фактически живое по единому формату. Какая у него идеология, допустим, у этой варны была? То есть, занятие своим ремеском, передача ремесла своим, потому что обучение происходило, это же оттуда с варны дошло, что учили с детства заниматься этим, кто-то купечеству учил заниматься в торговой варне, кто-то земледелию, кто-то строительству. Детей учили там в своих варнах, внутри варного. Какие-то межварновые переходы, конечно, были, но как оно выглядело, мы сейчас понять не можем, потому что утрачены фактически все письменные источники и ничего вообще не поймешь. Мы можем об этом судить по определенным, допустим, следам. Но, допустим, если взять идеологию земщины, это была родина, земля и передача своим детям, ну, если отбросить товарно-денежные отношения. Варна торговцев, в которой была кровь между варнами производителей, земщины там и всех остальных варн, у нее тоже какая-то идеология существовала. И император от неба, у которого была идеология все это хранить и держать в равновесии. Тем более в тот момент тоже разные народы жили в этой ситуации. Тут тоже еще какая-то, видимо, народная была и религиозная идеология. То есть получается сложнейшее общество с кучей различных нюансов, с разделением по верам, по ремеслу и еще и по националистам. И все это находилось в равновесии. И в какой-то момент это равновесие было выбито, и потому все это привело к таким вот последствиям. Потому что я уже много раз говорил, что античная цивилизация, она не засыпана никаким культурным слоем, она погибла единовременно по всему миру и от одних и тех же катастрофических последствий. По следам, которые мы обнаруживаем, это были и пожары определенных городов, там и горело все, и скелетированные уже останки там находились, которых потом занесло волной. То есть сначала была война, а потом глобальная катастрофа. То есть скорее всего вот эти внутренние общественные противоречия, они привели вот к такому вот результату. И еще интересный момент, что вот эти вот так называемые тартарии, это всего лишь царство царств. Это территория под управлением царя царей, потому что территория тоже в общем-то царства. И все идет к тому, что это была единая держава мировая, или хотя бы, ну по крайней мере она полмира точно занимала. И у нее, у этой единой мировой державы фактически, было конфедеративное устройство. То есть это все разводилось в конфедерации определенных там княжеств, там еще чего-то, в каждом эти варны. То есть общество сложнейшее. Какая у них могла быть идеология, ну идеология жизни и передачи детям. Потому что все было у них основано в общем-то на выращивании новых поколений. Что мы видим с вами и до революции. То есть основная идеология, у нас казаки были, что для них было главное, для кубанских казаков у нас здесь, были главные дети. Дети и внуки. Что я передам своим детям и внукам. У народов Кавказа то же самое было. То есть вот где чисто земские отношения оставались, у них было самое главное передать детям то, что я заработал и создал в своем хозяйстве. Как-то так. У другой идеологии что-то другое, но в общем что-то у них было общескрепляющее. То есть этого пространства, в котором они живут и соблюдение, видимо, вот этих достаточно консервативных так называемых правил этой жизни. Но в общем-то я нащупал самое главное, это передача в общем-то следующим поколениям. И они были на этом зациклены. Может быть я не прав, но где-то мое впечатление, что нужно искать вот в этом направлении все эти скрепы и концептуальность. Как вы думаете? Мне пока нравится логика рассуждений. Панорама такая мощная. Да, и у меня уже два или три закрылись гештальта. Поэтому я даже не хочу нарушать ничего. То есть мне пока, у меня есть мысли, я готов там, ну не спорить даже, а просто вот в развитии этих мыслей куда-то уходить в сторону. Пока мне очень интересно, да. Во всяком случае у меня тут в голове происходят определенные вещи. Продолжайте. Мы очень долго разбирались, то есть какая-то модель общественных отношений, когда они находились в равновесии, вот это вот то, что я сейчас сказал. Но представьте такое сложнейшее общество, какие внутри были противоречия. Опять межконфессиональные, межнациональные и межварновые. То есть как они разрешались, вообще вот неясно. И что привело, допустим, к такому нарушению, что это привело к войне. Потому что действительно потом, по моим расчетам, началась у них война двух идеологий. Так называемой идеологии остатков Великого Царства Царств и Рима, так называемого. Что решил сделать Рим? Они через вводимое христианство решили обожествить именно императора, его всех этих дворян, опричнину, то есть. За счет подавления земщины и отбора у них земли. И вот с этого начался имперский рим. То есть держава была нарушена. И началось, видимо, началась последняя античная война, где вот Карл V фактически у нас дошло. Император священного Рима воевал. Он у нас, в общем-то, Симеон Бекбулатович, но называют его Сулейман Великолепный. Вот на Средиземном море. То есть именно из-за этого. И, в общем-то, все конфликты даже того же Чингисхана, они происходили тоже, оказывается, на вот этой ситуации. То есть, когда земщина восставала против империи, которая, империя старалась нарушить эту земщину. То же самое и восстание Эмилиана Пугачева. То есть они все бояре, оказывается, были. То есть почему не дворяне, а бояре? Потому что бояре земщина, дворяне опричнина. Получается, один из этих, мы видим, опять, что привело к выводу из равновесия, это узурпация власти одной из двух ее ветвей. То есть вот эта ситуация. То, что у нас произошло, допустим, при Романово, тоже узурпация власти. Они расказачили территорию вокруг Москвы, фактически, и отдали ее опричнины, что мы теперь знаем, как припасное право. Но все остальное осталось земщиной. Потом они как-то, после восстания Пугачева, они, вот это восстание земщины, за счет, мое мнение, что восстание Пугачева возникло из-за упразднения Боярской думы. Вот именно этого органа, сюгуна земского. Но они как-то успокоились, и к революции 1917 года мы видели казаков, то есть земщину бояр, и видели дворян опричнину. Да, опричнина над земщиной как-то уже возвышалась, то есть дворяне считались как бы выше казаков, но не настолько, чтобы там уже воевать с ними. То есть были и казачьи полки там, и все остальное. То есть к равновесию в вопросе земщины и опричнины, по крайней мере, к концу периода Российской империи, они пришли. Но чтобы нам восстановить, допустим, эту идеологию, у нас уже нету этого второго органа императорского. То есть если земщину оставить одну, она вся переругается, она не ведет к техническому прогрессу, она ведет к феодализму, ей нужна вторая власть. Но вот эту вторую власть, допустим, императорскую от неба, мы с вами уже не найдем, они все в революциях были уничтожены, в различных. И нам поэтому нужно искать какую-то новую идеологию, которую вот коммунисты пытались создать, видимо, понимая то, что я сейчас, в общем-то, мне удалось нарыть, я долго не мог понять, почему такая идеология коммунистами строилась. Потому что вот была нарушена прежняя держава, они понимали, как Ленин говорил, что крестьянин жадный, он никому хлеба лишнего не даст, и это вот понятие земщины. И земщина у нас на Кубани, она среди казачества, казаки прекрасные люди, но внутриземские у них споры, это просто какой-то ужас. Так же у Ромео и Джульетты происходит, это вот между ними. То есть психологические отношения тяжелые, им нужен какой-то разводящий и противовес, чтобы они не входили в то, что они вслонны входить. И строить сейчас, допустим, идеологию, которую пытаются все эти круги, и все остальное, за счет, на примере и по лекалам земщин смысла никакого нет. Ну, уйдете вы во все эти эко-поселения, там будете жить друг с другом, ругаясь там, заборы, это, деля, ну как-то жить будете. Ну, придут те, у кого есть оружие лучше вас, и все. То есть вы не склонны к налажению научно-технического прогресса и все такое. Потому тут нам наша страна сейчас исторически столкнулась с таким вопросом, что нам нужно выбрать то, чего примера мы не имеем. То есть, пример, Российская империя, это фактически пример победившей опричнины и существующей в виде казачества, земщины, но все-таки существующей на меньших ролях. А Советский Союз, это пример полной уравниловки, но они не поняли одного, что человеческое общество также склонно к иерархизированию, то есть к иерархированию. И сколько ты это иерархирование официально не зажимай, оно прорежется внутри подпольной. Что у них и получилось в советское время, когда у них фактически появилась торговая мафия, которая подкупила определенный парт аппарата, и иерархирование, оно происходилось, все равно произошло подпольно, что потом вылилось в развал Советского Союза, когда были накоплены огромные деньги и партийными работниками, и определенными спецслужбами, которые на это поддались. А самое главное, это была торговая мафия. А началось все, когда Хрущев начал гонять евреев из армии, госслужбы. А куда он их выгнал? Он их выгнал в торговлю, в медицину и в образование. Где все это и началось. То есть там начались огромные капиталы. Я вот работая в БЭПе, читал очень много уголовных дел, просто нам было интересно. Мы разбирая уголовные дела и материалы проверок ОБХС, все это видели. Торговая мафия, как мясник управлял половиной города, магазина или еще чего-нибудь. То есть вот эта модель, она опять же не подходит. Есть китайский путь, но опять они иерархирование там, в общем-то, не описали. Хотя у них сейчас там есть определенные миллионеры, но это временная мера. То есть да, этим миллионерам когда-нибудь это китайское правительство будет сильно мешать. И они, как в революции 19 века, буржуазные, свергнут этих аристократов, которых они будут считать партийной иерархией. Они мешают. Потому опять модели нету. И идеология. То есть в России идеология нации, допустим, русской, ее строить невозможно. Потому что межнациональное общество народов России, которое нам нужно наоборот беречь, на национальном формате не построишь. На религиозном не построишь разные религии. Можно, конечно, собрать всех наших религиозных деятелей сейчас в России, посадить их в комнату и дать неделю, чтобы они вышли оттуда с общей Библией. Но это тоже не будет. Потому что все эти религии упираются в международные центры определенные. Тоже не будет. То есть нам нужна какая-то скрепа, которая будет давать жизнь. То есть и скорее всего, я думаю, это вот все-таки я опять прихожу к семье, к передаче по наследству наработанного в этом. И где-то в этом и должна быть идеология варновости. Ну опять она должна быть очень сложной, потому что не только земская варна, но еще у нас же есть и врачи, и учителя. Как-то через вот это все нужно передаваться. То есть самое главное создать для возможных для всех жителей нашей страны иметь какую-то частную собственность, которая была бы основой передачи детям, когда человеку есть что передать. А это язык, понятно, определенные правила и все остальное. То есть это одно. И второе, еще неважный фактор знания о том, о чем говорил Сталин, что каждый человек у нас, я мечтаю, он говорил, что в Советском Союзе каждый человек будет иметь два-три высших образования, менять профессии, то есть по-разному реализовываться. Потому что чем больше знаний, тем как бы мы с вами замечаем, что с интеллигенцией гораздо проще общаться, чем с теми, кто недообразован. И вот тотальное образование, оно должно быть вкупе этой идеологии. То есть развитие. И одним словом мы можем, как его называть, занести в идеологию, развитие личностное и материальное развитие. Обязательно должно быть основой идеологии. Я думаю, как-то так. Ну, может, я и не прав, но это все, что мне удалось наскирдовать, потому что я, думая о вопросе идеологии, куда не заходил, везде я заходил в определенный тупик, в любых своих размышлениях. И читая многих, так же получал тот же самый тупик. Ну, здесь вот прямо напрашивается, вот все, что ты рассказал, напрашивается. У нас есть наш друг, товарищ, соратник Магомед Магомедов и его книга о триадности. Книга «Умус», ее можно в открытом доступе взять, прочитать. Он как раз вот об этом и о этой триаде жрецы, воины, торговцы. И он там рассказывает, как сделать устойчивую эту систему. Ну, по памяти там жрецы контролируют воинов, воины, торговцы, торговцы, жрецов. И что происходит, если цепь нарушается, как обратная связь положительная, она приводит к системе в равновесие. Очень интересный панорама, взгляд Александра Гороновича. Как считаешь? Я вообще удивляюсь от уровня наших слушателей. И вот чем больше я их слушаю, наших друзей, товарищей, соратников, кто появлялся в передачах, я вдруг понимаю, что я ничего не знаю. Спасибо огромное. Ну, спасибо, и даже неправильно, наверное, формула, которая следует выразить в свое отношение ко всему происходящему. Вроде бы... Нужно нашим зрителям сказать, что Олег, у него потрясающий YouTube-канал. Там я уже даже не знаю, сколько там, 350 тысяч подписчиков или уже больше. Ну, пока 345, там с YouTube-ом все стало очень плохо сейчас. Короче, подписывайтесь на этот канал. Это, ну, есть такая альтернативная история, хотя ему не нравится этот термин. Подписывайтесь, очень-очень много интересного. Ссылочку мы дадим под этим, под нашим видео. Александр Горонович, в общем, что с идеологией в Древней Руси, дело темное, непонятное? Да нет, как раз-таки это перекликается с тем, что мы с тобой говорили. Если смотреть концепцию как набор идей, а идею как, скажем так, мысленный образ действия, то здесь это понятно, что если у каждого сословия были свои какие-то, скажем так, ну, грубо говоря, мысленные образы действия, которые они совершили. Вот то, что вот я уяснил из того, что нам рассказывал сегодня, значит, Олег, то, значит, в конечном итоге та государственная идеология, которая выстраивалась, вернее, та концепция, которая была, она в конечном итоге объединяла набор вот этих вот самых идеологий, скажем так, как мысленный образ действия, тех, и вот от сочетания верного всего вот этого в конечном итоге зависела успешность или неуспешность всего этого государственного проекта и устроения. То есть, если это не входило, вот как ты говоришь даже по схеме этого нашего товарища Магомеда Ахмедовича, если это не входило в противоречие друг другу, если все эти шестерелки внутри работали нормально, то государство развивалось. Как только начинал наблюдаться определенный дисбаланс или, ну, там, кто-то с силой, кто-то про хитрости, кто-то с подкупом, пытался это дело как-то, скажем так, перетянуть все дела на себя, разрушая, в принципе, те основы идеологии, как мысленный образ действия, опять-таки, я говорю, который был для вот этой вот, скажем, Варны, да, я правильно называю Олег, да, то есть вот для этой… Что – это такое слово? Ну, да, я понимаю, но мы его как уже кол recruit, понимаем, понимаем, понимаем. ada, понимаем, о чем речь. Тогда это приводит к определенному дисбалансу. То, что мы сейчас в России наблюдаем в настоящее время, наверное, после интереса дали, при всем при том, что у нас все-таки, видимо, на каком-то подсознательном уровне, все-таки это было, потому что вот эти мысленные образы действий определенных вот этих самых групп людей все-таки наблюдалось и какая-то гармонизация под единым каким-то началом. Иначе мы не пришли бы через 20 лет после краха 90-х, полного, скажем так, когда страна из себя представляла, скажем так, практически полностью разрушенный конструкт, и вдруг за 20 лет чудесным образом все преобразовалось. Чудесным-то оно чудесным образом преобразовалось, но, скорее всего, вот как-то там, может быть, чувственным, может быть, интуитивным образом было, вот там, высшим руководством это как-то прочувствовалось, что нужно было идти вот по этому пути. И поэтому в конечном итоге появилась вот та возможность, ну, скажем так, отвечать, во всяком случае, коллективному Западу, как мы это делаем сегодня. Очень интересно, нам надо продолжать обязательно этот цикл, поскольку он дает нам возможности приоткрыть, видимо, или подняться на ту высоту, на которую, не побоюсь этого слова, никто из нас не поднимался. Спасибо большое, Олег, безусловно, с вашей помощью, с помощью вашего коллектива, с праздником вас. Все-таки Светлая Седмица, хороший праздник. Независимо от того, православный или неправославный, праздник очень хороший. Его и мусульмане у нас празднуют, и буддисты тоже яйца красят. Поэтому всего вам самого доброго, храни Господь. Праздники мусульман 3 мая, заканчивается Рамадан. Да, Рамадан. Отметим, да. У нас Светлая Седмица идет. Друзья, не забывайте подписываться на канал YouTube Олега Павлюченко, он называется Ice Peak, и на наши каналы в Телеграме, ВКонтакте и в Яндекс.Заня. Олег, большое спасибо, рады видеть. До новых встреч. Спасибо большое, до свидания.